Здравствуйте, друзья! С вами снова Нескучный сад в Питере и я, Любовь Смирнова. У нас сейчас октябрь и на огороде практически ничего не осталось, кроме лука-порея. Поэтому и сегодня я хочу поговорить с вами о нём. Я давно выращиваю лук-порея и люблю его, потому что он у меня по популярности после лука репчатого и после чеснока идёт. Благодаря его полезным свойствам у него огромное количество полезных минералов, солей, калия, железа, витамин С. Ну, в общем, его можно использовать в различных блюдах, поэтому всегда у нас на столе, особенно на осенне-зимнем, он у нас бывает. По мнению специалистов, этот лук полезен при таких заболеваниях, как мочекаменная болезнь. Он потому что обладает выраженным мочегонным действием, потом лечит цингу, подагру, ревматизм и даже психические расстройства. И также его используют при ожирении. Кстати, я ещё вспомнила, говорят, что этот лук обладает антисклеротическими свойствами. Поэтому я надеюсь, что, может быть, он мне поможет подольше вам снимать ролики, не забывать текст и рассказывать всё интересное. Меня часто спрашивают, что вы готовите с этого лука-парея, потому что, в общем-то, он ещё не у всех садоводов так распространён, как у нас. И многие просто даже не знают, что с ним потом делать. У нас очень много блюд, которые полюбились уже давно в семье. В частности, мы делаем с них и пирожки, начинку для пирогов, например, пироги из лаваша. Конечно, можно и настоящие пироги дрожжевые, но тогда мне не спасёт даже лук-паре от ожирения, потому что он используется, кстати, и в таких случаях. Но вот из лаваша очень замечательно, с яйцом просто красота. Также мы делаем исключительно вкусный салат, простой, быстро делается это с крабовыми палочками, яйцами и ананасом. Великолепный салат тоже. Он и на праздник идёт, и обычно для перекуса хорошо. Также луковый суп. Его добавляем в овощные рагу, просто в супы. И буквально любую, хоть яичница, омлет, ну любое блюдо, он всегда там уместен, потому что вкус у него не такой острый, он приятного запаха. Поэтому не бойтесь выращивать, и уж применение вы всегда ему найдёте. А в Великобритании есть даже общество любителей лука-парея. Они обсуждают способы возделывания, обмениваются рецептами. Ну поскольку у нас такого общества нет, я вам сама расскажу о способах возделывания, как это делаю я. Лук-парея, он в общем-то несложный для возделывания, но главное, что у него очень длинный вегетационный период, поэтому его надо выращивать через рассаду. На рассаду я сею его где-то в середине февраля, ну ближе там можно числа 20-го, но не позже стараюсь, потому что всё-таки хочется получить урожай, уже начинать его есть в августе, иначе будет поздно. И ещё один важный момент, я всегда покупаю только ранние сорта, что у них вегетационный период где-то 180-200 дней, по-моему, ну во всяком случае это быстрее. Поздние сорта у нас могут уже не успевать и вызревать, потому что всё-таки погода непредсказуемая в Питере, поэтому вот такой вот лайфхак, можно сказать, только ранние берём. Значит, сею я её в одну плошку, обычно это 5-литровая бутылка, обрезанная высоко, то есть я где-то так насыпаю немного земли, сею туда семена, и они у меня всходят. Почему бутылка 5-литровая? Потому что, когда они растут, они не распадаются у меня по сторонам, то есть удобно они растут, там им тепло, и в то же время сохраняется влажность, как бы, ну свой микроклимат создаётся. Но лук порой не любит, в общем-то, выращивание в таком очень тёплом помещении, поэтому я стараюсь его держать на прохладном подоконнике, а когда уже вот вижу, что температура стала плюс, я выношу вообще его на застеклённую лоджию. И тогда он прекрасно развивается, но в течение, пока он растёт в рассаде, ну там подкормки, это само собой, ну как обычно, с рассадой я сейчас даже останавливаться не буду, несколько раз, раза три обычно я ему немножечко подрезаю кончики, где-то на одну треть, и последний раз уже даже побольше. И перед высадкой в грунт в мае месяце укорачиваю где-то на одну треть корни и сверху стебли. Где-то вот в мае месяце, но опять же всё по погоде, потому что мы живём все в разных регионах, я его высаживаю в грядку. В этом году я высадила вот в эту грядочку за парником, это южная сторона, здесь у меня одним рядочком рос лук эксибишен, а вторым рядочком вот лук порей. Эксибишен мы уже давно выкопали, и кстати уже доедаем удался, и сейчас вот будем выкапывать. Убирают лук порей где-то не позже, середины октября, но опять же по погоде, какая погода. Он бывает летом ещё растёт, смотришь и небольшой такой, и только осенью вот он начинает с карандаша размером, вот утолщаться. Ну и очень важный момент, лук порей его надо всё-таки сажать так, чтобы была возможность его окучивать, потому что выращиваем мы его за отбелённую ножку, и чем она длиннее, тем полезнее. И эти ножки, они потом будут у нас храниться, можно его замораживать, можно этот лук хранить в холодильнике, в пакетах перфорированных лучше, чтобы дышал, или в бумажных, как я иногда делала с пергамента. И у него есть такая особенность, что чем дольше он хранится, тем у него где-то в полтора раза увеличивается содержание аскорбиновой кислоты, витамина С. Ну, в общем, в других овощах такого нет, это вот его такая приятная особенность. И можно его также хранить в подвалах, кто-то засыпает его в ящиках песком, что говорят, как свежий. Ну, у меня обычно, вот он хранится где-то до Нового года в холодильнике, именно в пакете. Остальные излишки я сразу же замораживаю. Они идут уже для приготовления блюд. В открытом грунте, в процессе роста, я его подкормила два раза. Значит, я давала ему удобрение зелёное из крапивы, сброженных сорняков. И буквально перед последним окучиванием посыпала золой. И всё, вот когда убрала лук ксибиши, у меня тут освободилась земля, я его вот подгребла немножечко, как бы окучила. Но перед этим вот залудала. А сейчас я его буду выкапывать. Ну, вот как видите, у меня лук порой удался нынче. Чтобы получился хороший урожай, тут, конечно, надо соблюдать несколько условий. Во-первых, на квадратный метр не надо сажать больше 25 штук. Это уже проверено. Ему надо всё-таки площадь для питания. Поэтому вот где-то в таком количестве. И опять же, если мы будем лук порой, смотри, какая погода. Если погода у нас будет сухая, то не будем давать полив. Перо у лука получится жёсткое и невкусное. Поэтому приходится вот поливать. В этом году у нас июль был очень жаркий. И я его поливала практически регулярно. Где-то два раза в неделю это вот постоянно было такое. Теперь с подкормками я сказала. А осенью он уже вот именно очень быстро начинает расти. Следим за окучкой. Он растёт быстро, мы его постоянно окучиваем. Это тоже залог успеха. Ну вот видите, я немножко выкопала лука порея. И посмотрите, вот он вырос очень достаточно большой, толстый. И хорошо, когда у него длина примерно вот такая. Обычно считается, что длина ножки у него где-то идеальная. Это 25 сантиметров. Но в любом случае это тоже неплохо. Мы не так толщиной возьмём, правда? И вот ещё что. Когда крупная идёт уже луковица, то вот такие вот молоденькие детки у неё образуются. Эти детки я в салат бросаю. Они нежные, как зелёный лук идут. А эти на хранение уже. И потом смотрите, надо оставить, мы сейчас обрываем верхние чешуйки и оставляем корневую примерно 2 сантиметра, не больше. Совсем срезать тоже не рекомендуется. Рекомендуется оставлять 2 сантиметра. Ну то есть вот в таком виде. Ну немножечко поровняю ещё. Просто мне сейчас на камеру это всё неудобно делать. Ну а потом пойдёт для хранения. Хотела добавить ещё, что лук порей растение двулетнее. На первый год он выдаёт вот нам вот такую вот ложную луковицу и перья. А на второй год он выдаёт стрелку и семена. Но в условиях северо-запада лук порей выращивается как однолетняя культура. Ну вот, всё, что я хотела вам рассказать про лук порей. Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях, я отвечу. А я пойду дальше выкапывать лук. С вами был Нескучный сад в Питере. И я, Любовь Смирнова. До новых встреч!